Друзья, всем привет! Вы на канале с лучшим психологом Аленой Самсоновой. И сегодня в прямом эфире мы с вами говорим о отличном навыке, который поможет вам, точно поможет в стрессовых ситуациях, в стрессовых условиях справиться с психоэмоциональным напряжением. И, конечно же, реализовать свою цель, которой ты так нуждаешься. Навык называется серфинг мышления. Что же такое серфинг? Представь некую волну, которая то поднимается, то падает, то поднимается, то падает. И здесь в эти моменты тебе очень важно понять, в каком направлении тянет тебя волна. И если она тебя тянет в негативный, в старый, в прошлый опыт, опыт ошибок, опыт избегания, побега, самоистязания, агрессии, то это все негатив. И в данном случае нам нужен конструктив. И тебе прям вот сразу перегрузиться в ситуацию, где ты почувствуешь эту некую составляющую, очень-очень сложно. Но возможно. И когда ты чувствуешь, что ты на пределе, возникают некие определенные состояния, моменты, там, триггеры, воспоминания, накручивания, ожидания. И в этих моментах тебе очень важно не переключаться, не отсрачивать, не закрываться, не уходить, не проглатывать, а именно наблюдать. Включить того самого наблюдателя. Я очень часто говорю в своих консультациях, индивидуальных форматах тренингов о том, что мы живем в мире, где вот есть волны, да, волны. И иногда ты находишься на самой вершине этой волны, и она тебя тянет куда-то вбок, вниз, и ты не знаешь, как, например, принять сейчас решение. Тебе важно в этот момент включить внутреннего наблюдателя и почувствовать, как поднимается в голове у тебя желание что-то сделать, желание уйти, сбежать, там, себе как-то помочь что-то, включить какую-то другую историю. Но вот даже муха прилетела. Но в эти моменты, когда ты включаешь наблюдателя, ты можешь управлять своими эмоциями, своими мыслями. И главная фишка – своими действиями. Ведь именно в действиях заключается история победы, когда ты научишься контролировать. Но в моменты, когда твое эмоциональное состояние очень сильно находится в каком-то напряжении, в какой-то стадии непонятной истощения, тебе сложно серфить. И поэтому в данном случае, как только ты почувствовал, что все захватывает, захлебывает, агрессия, тревога, тоска, одиночество, что бы это ни было, и ты находишься прямо на грани и хочется переступить в эту грань. Тебе очень важно сконцентрироваться и в этот момент просто наблюдать, как это поднялось и опустилось. Жди спада. Буквально несколько секунд, несколько минут. А бывает люди и несколько дней наблюдают за своим состоянием. Ведь именно фишка в том, что ты не пытаешься включить механизмы, которые заблаговременно уже не работали, уже не сработали, понимаешь? Они не сработали когда-то, либо они сработали так хорошо, что сейчас тебе плохо, и они работают автоматически. Поэтому, дабы разрушить эту схему, тебе нужно научиться серфить свое мышление. И об этом есть даже целая отдельная в интернете лекция. Но я тебе говорю, как это делается. Когда чувствуешь, что мышление убегает, захватывает чувства, переключает, важно включить наблюдателя и осознанно направлять свое внимание, вектор внимания в настоящий момент. И ждать спада, ждать, именно ждать, чувство, ожидание, оно побуждает в тебе навык, который называется «я могу стерпеть себя», понимаешь, себя. А когда ты учишься терпеть свои эмоции, наблюдать за ними, иногда выпускать, когда нужно, ты обладаешь грандиозной силой, которая просто создаст из тебя человека, лучшего человека. С тобой, как всегда, твой психолог, Алена Самсонова, блогер, человек, который просто помогает. Поэтому лайкай, пиши про серфинг своего мышления, про свою симптоматику и про то, как это у тебя получается. Потому что моменты, которые приходят в твою жизнь, они приходят часто неосознанно, ты их притягиваешь. Но есть, вот здесь у тебя есть уже определенные навыки, которыми ты пытаешься с ними справиться. И здесь навык избегания, здесь навык стресса, включение чувства боли, оно усиливается. И многое, 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 что тебе было привычным. А сейчас тебе нужно включить непривычное и сделать из лимонов лимонад. Поэтому становишься на серфинг и начинаешь серфить. Как тебе там кто-то отказывает, как тебя где-то не принимают, как ты вот прямо сейчас хочешь кому-то в дюндель, да, кому-то сказать. И просто это начинаешь фильтровать, осознавать и работать со своей внутренней медитацией. И вот эта внутренняя медитация сделает из тебя вот такого человека. Я в этом уверена. Подписывайся, лайкай и пиши. Я очень жду твоих комментариев. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok